пока не очень сложный, но не вполне реальный теорет давайте процесс, когда мы берем отрезок 0.1 и берем последний медиатр, будем называть процессом теоретка утверждает, ну что? если, ну в общем, что мы делаем давайте я скажу, что имеется в виду а потом это более-менее грамотно скажем по росту вот смотри, мы взяли отрезок 0.1 взяли у него медиану, получилось два отрезка потом получился отрезок, снова добавили медиану потом снова получился отрезок вот этот процесс мы продолжаем до бесконечности так вот, если продолжать процесс Штефан-Трафон до бесконечности то мы выпишем все рациональные числа из отрезка 0 ну вот 0 у нас 0 1, 1 это 1 1 что такое рациональное число? что если С это число из отрезка 0 1 оно рациональное, что это значит? и это значит что С равняется А на В где А и В натуральные числа а меньше грамотно и какое важное условие чтобы рациональное число находится во взаимооднозначном в соответствии с чем? какие наши свойства у А и В чтобы это было взаимооднозначным числом? взаимопростые 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 наибольший общий утилиц ну а там появился наибольший общий утилиц это значит, что это всего лишь число больше дроби должны быть не сократимы не сократимы дробь не сократимы дробь не сократимы сократимы беру книжку однажды беру книжку в руки смотрю на бесконечно сократимы да что же, о чем что-то сократимы а потом он же неправильно прочитывал думал ну какая-то сократимы название книжки так вот ну, всем понятно вернемся к самому началу всем понятно что дроби так не складывают что же это так складывают а складывают на самом деле как товар давайте вот эту картинку наше дерево наше отрезок нахотин разверну на плоскость вот у нас появляется плоскость и тут кстати, если развернуть на плоскость такой R2, R3 это уже не плоскость просто сразу плоскость плоскость ну раз говорится R2 это плоскость первое, что там координаты координаты ну давайте я написал ну что такое координаты это плоскость то есть начало координат у него 0 дальше есть вот вектор 1 0 а есть вектор 0 1 но вот правда неприятность такая что мы почему-то начали вот еще надо рисовать вектор 1 1 1 1 ну 0 давайте вот сначала давайте эфиром как же это называют и так далее ну я Нельзя как-то обиднообразное значение применить. Ну давайте хорошо, E1, E2, хотя, по-видимому, неправильно. Это надо назвать E0, а это надо назвать E-1, E1, E2. Дело в том, что если у нас есть произвольная точка Z, равная Z1, Z2, целая, то она записывается вот как, что Z есть Z1, E1 плюс Z2, E2. То есть вся региона направлена из начала в 1, в целую точку, единственным образом раскладывается по вот этим вот единичным векторам. Ну 1, 1, 1, ну там очевидность какая-то. Значит это значит, что вот, другими словами, что вот, вот, если мы возьмем всевозможные комбинации в 2, E1, E2, с целыми в целыми, то мы получим все целые точки. Так вот, оказывается, что если мы возьмем не вот вектора E1, E2, а, скажем, вот плохие значения здесь, вот надо, надо вот хотя бы вот этот, что и назвать, E1, E2. А вот вектора E1, E3, то тоже всякий целочисленный вектор будет комбинацией векторов E2 и E3 с какими-то целыми коэффициентами. Просто потому, что вектор E3, это есть вектор E1 плюс E2. То есть все, что получается в виде комбинации векторов E1, E2 с целыми коэффициентами, может быть получено в виде комбинации векторов E1 и E3. Почему? Потому что вектор E2, он на самом деле есть E3 минус E4. Когда мы имеем два конца какого-то интервала, какого-то уровня, и когда мы заменяем интервал A, B на C на D на два интервала A, B. Тут A плюс C, B плюс D, а здесь другой интервал A плюс C, B плюс D, CD это, то аналогичная процедура на плоскости состоит вот в чем. То, что у нас были два вектора, что у нас были два вектора, вектор AB и CD, и мы пары этих векторов, вот она тут у меня нарисована, заменяем на две другие пары. А, B, A плюс C, B плюс D, и CD, A плюс C, B плюс D, то есть вот эту одну черную пару мы заменяем на две красные пары. И если у нас вектора AB и CD образовали базис целочисленной решетки, то и пара AB, A плюс C, B плюс D, CD, и пара AB, A плюс C, B плюс D, CD, обе эти пары образуют базис. Просто потому, что происходит то же самое, как с этими единичными векторами. Любая линейная комбинация целочисленная вот этих двух векторов является в то же время, как у другого линейной комбинации изначально этих векторов. Потому что преобразование вот это противоцелочисленное, если вы перешли от векторов Е1-Е2 к вектору Е1-Е3 или Е2-Е3, то мы можем обратно перейти к тоже с помощью целочисленного преобразования. В результате у нас получается вот такая шаг, что вот если мы вот этот вот процесс равления отрезка 0-1 разворачиваем на остров, то у нас получаются последовательные базисы, и получается такая забавная штука, которая называется звездой. Штерн-баракон иногда он называется, и это вот что такое. Значит, ну вот у нас, мы почему-то решили вот еще немножко на шаг назад заступить. Значит, у нас был базис 0-1-1-0, значит, мы из этого базиса сделали два базиса. 0-1-1-1-1-1-1-1-0-1. А тут дальше вот опять выберем сумму, берем здесь сумму, берем здесь сумму, берем здесь сумму. То есть вот у нас получилось вот первоначальная у нас была поверхность такая шарная. Здесь у нас получилось вот такая вот иголочка такая. А дальше мы опять берем сумму базиса, с полусунду, значит, вот этот век, он ведет в вершину, да, в точку... Смазался, да, смазался, да, вот он сюда идет. Вообще правило вот этого, которое сейчас стирается, оно очень простое. У нас был базис, да, мы берем сумму этих двух факторов и один базис, заменяем на два базиса вот, вот такой вот базис, и вот такой вот базис. Давайте следующий уровень я нарисую синим, потому что мы берем опять вот здесь вот сумму, и вот получается вот, ты тут вот должен нарисовать сумму. Вот это вот то, что получилось, это звезда называется. У меня есть интересные геометические свойства. Следующий уровень она такая очень изломанная, вот она, а дальше она будет еще более изломанная, это звезда. И что удивительно, я немножко забегаю вперед, я буду говорить о классических и не классических задачах. Вот классические задачи здесь возникающие, они известны очень давно, и они служат, управляют основную службу с математикой, если вам понадобится. Они классические задачи, они не столь старые, и в них гораздо менее известны, но, в общем, они не в том сложность, тоже существуют. В общем, классические и не классические начала вот этой задачи вот сейчас вот сформулированы. Итак, давайте я немножко отвлёсся, тут же я сформулировал теорему, вообще не доказываю, не забрать вопрос. Сформулировал теорему, а сформулировал. Так, ну, как-как. Сеома, теорема, доказательства. А тут вместо этого, вот, давайте, вот, давайте, скончим. Слова теорема. Ну, ну, по крайней мере, это объяснение, куда она берётся. Я специально рассказал о процессе, о двумерной импубликации этого процесса, специально, чтобы доказать у нас теорем. Итак, наш процесс построения рациональных чисел на отрезке логатин, который я описал, в двумерном своём виде, есть процесс вот такого вот, так сказать, построения различных базисов целочисленной решётки. И давайте это сделаем лучше. Давайте возьмём какую-нибудь несократимую логу. Ну, мы с вами решили так, числитель откладывать по одной оси, знаменательную по другой оси. То есть несократимая лога у нас с вами превращается в точку АВ из Z2. И я хочу вот теперь ещё одно. Вот у нас здесь целая точка. Когда мы вещественную двумерную плоскость стали использовать, я написал букву ГАН-2, это плоскость. А когда мы поговорили о точках на плоскости, которые имеют целочисленные координаты, я использовал значение Z2. С-о численная решётка. И на плоскость. Ну, так вот, а В принадлежит Z2. Ну, это просто банально всё начало. Точка, которая и А-цело, и В-цело. А вот несократимая лога, она отвечает той точке, в которой, ну, не больше, что общительительный координат, а правильный единица. Вот так, тут есть терминология. Такая точка целочисленная на плоскости и пространстве, на которой наиболее больше общественные пространства и единицы, называется примитивной. Определение, что целочисленная точка, в которой наибольшая общительительная координат равильный единица, называется примитивной. И, переэкруклируя мою циадину, я могу сказать, что беру я примитивную точку, такую, что беру я примитивную точку. Берем А на В, примитивную точку, такую, что А меньше В больше нуля. И тогда, если мы начали с вот этих этих коров, у нас тут вот это Е1, Е2, Е3, да? То есть, если мы взяли вот этот Е1, Е3 базис, и вот так вот делаем все время этот базис. Вот взяли базис Е1 и Е3, заменили его на два базиса. Е1, Е1 плюс Е3 и Е3, Е1 плюс Е3. Потом взяли вот этот снова получившийся базис, заменили опять на два базиса, и здесь заменили на два базиса. Вот если мы будем вот так вот делать, то рано или поздно наша примитивная точка будет элементом какого-то базиса. Вот что надо доказать. Правильно? Если это вдруг докажется, то все получится. А теперь, ну хорошо, хорошо. Давайте мы представим себе вот какую ситуацию. Вот у нас какой-то вектор F и вектор G. И F и G целочисленные вектора, и F и G это базис Z2. То есть все, что лежит в Z2, выражается в виде целочисленной комбинации векторов F и G. И вот между векторами F и G есть какой-то вектор. Ну давайте, вообще математики, они любят греческие буквы. Поэтому давайте вот этот вектор обозначим какой-кси. Я помню, когда, я вообще в математических школах учился мало, когда на первом курсе, на лекции по анализу написали букву кси, то есть, ну какая-то часть, включая меня, выпала просто в осадок. Да что ж тут такое? Второй раз, когда был в букси, я выпал в осадок на третий курс. Ну что, у нас был преподаватель по одному сложному предмету, я так скажу, не буду усталивать, который все греческие буквы писал одинаково. Си. Причем мерзко называл букву Эт, но вот ведь Эта... Что за буква Эта? Буква Эта, она соответствует звуку Е, потому что она даже в русском алфавите старая была. Понимаете, какой она была в русском алфавите? Нет. Ядь. Ядь и ядь, рукописная вот так и писалась, а читалась это Е. Так вот преподаватель, она и Эта, а в речи, чем она и сейчас читается. А вот этот преподаватель ее гнусно называл буквой НЮ, но писал все равно он так. Ну, небольшой секрет, кто качал нафема на счетах. И на экзамен я сдавал в экзамен, а там надо было делать замену переменных в тензах. И я вот так вот решил, тоже пойду. Ну, знаете, рассмотрим Д, Си, по Д, Эта. И вот там у Рома ему сдаю. Что такое? Не, 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 так не пойду. Мне пришлось по-человечески. Хотя он несерьезно писал вот так. Но когда сдавал текущий гнус, все-таки получилось по-человечески. Ну, вот букву это я очень... Ой, букву, да? Сейчас букву КСИ. Букву КСИ я очень... Давайте я заранду КСИ. И так вот представим себе, что вот вектор КСИ, вот у нас вектор Ф, вектор Ж, и вот тут вектор КСИ. И вектор КСИ лежит между векторами Ф и Ж. То есть вот в положительном квадрате относительно этих векторов. Совершенно ясно, что когда вектор КСИ выражается в виде лябда Ф плюс мю Ж, где лябда и мю числа не отрицательные. Но вектор КСИ у нас слочисленный, а вектора Ф и Ж образуют базис слочисленной решетки. Значит, в силу единственности представления лябда и мю еще у нас являются числыми целыми. А теперь давайте посмотрим... Значит, на самом деле я строю последовательные базисы не просто так, а по некоторым правилам. Меня интересует, чтобы у меня в процессе строения чисел встретилось число КСИ. Ну, или на плоскости чтобы встретился вектор КСИ. Вот, ну, число КСИ. у нас от нуля до единицы, значит, оно, вот у нас тут два вектора, оно между ними лежит. И когда я беру следующий базис, я выбираю именно тот базис, относительно которого КСИ лежит вот так вот внутри. Ну, у меня, извините, есть вот тут угол, и в нем лежит вектор. Когда я его разбил на два угла взятия но в один из углов попал бы вектор. Ну, или на границу. Ну, на границу все дело закончилось. Да, тогда закончилось. На границу все дело закончилось, потому что если у нас есть вот два примитивных вектора, лежащих на одной прямой, то они совпадают, потому что не может вот вот, если вот в эту наибольшую общую литеральную единицу карта, то у этого его пропорционально уже он, если он, либо он собрать, либо, 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 на самом деле, используют других, либо, либо Curryг has education и линии для того, что ему бы Ну, не удержался, извините, не удержался, немножко заговорил о геометрии. Вообще я очень люблю как раз геометрию, геометрию и число, и поэтому не мог удержаться, не мог остановиться здесь. Ну, не употреблюсь вот так, понимаете? Ну ладно, Бог с ним. Значит, итак, мы разбили вот этот угол, вот, это не театр, это два угла, и выбираем мы именно тот угол, в который попал вектор Си. А дальше, если вектор Си лежит не на границе, то мы опять, когда вот этот вот угол разбиваем на два угла, мы можем опять выбрать однозначно тот новый, еще меньший угол, в котором лежит вектор Си. И вот у нас это вносило, либо в какой-то момент вектор Си окажется на границе, и теорема будет доказана. Ну, окажется на границе, и все так классно, и теорема все можно расслабить. Или такого не случится никогда. И вот сейчас нам надо понять, что такого не случится никогда, вот этого не бывает. Ну, давайте представим себе, что у нас никогда вектор Си не будет на границе. То есть процесс положения на бесконечности. Каждый раз мы можем просто раздробить наш угол так, чтобы в следующий углет снова лежал вектор Си не на границе. То есть у нас есть последовательность. Ф, НТ, Ж, НТ. Последователь называется такое, что Си равняется лямбда НТ. Ф, НТ, плюс мю, НТ, Ж, НТ. И лямбда и мю, они больше нуля. Лямбда НТ и мю, НТ больше нуля, оба. Потому что, ну, если какое-то равновленное значительное границе. А лямбда и мю это всегда число. Значит, ну, я хочу немножко отзывить, что такое теория числа. Теория числа это, как известно, наука изучающая свойства целых чисел. Вот. И, впрочем, у целых чисел есть, в общем, два свойства фундаментальных. Вот. Второе, я не буду говорить такое. А первое, что если число целое, и оно не ноль, то оно по модулю больше, чем единиц. И вот если этот аргумент используется... Больше равна. Больше равна, больше равна, да. Больше единицы, это неверно, да. Вот. Если этот аргумент используется, значит, это будет все в равных теориях числа. Вот эти лямбда, н и мюн, они больше равны, эти гильзы. Потому что они не нули и целые. А дальше мы наблюдаем, что же происходит с нашим базисом. Вот если у нас был базис Fn, Gn, то следующий базис, который получается после вот такой вот процедуры, как устроен. Один вектор остается каким был. А другой длиннее. А другой увеличивается. То есть, этот вектор переводит, например, вектор Fn, Gn плюс Fn. Ну, один вектор остается, откроется. А она просто сможет. То есть, смотрите, что мы сделали. Мы обнаружили, что если у нас наш вектор Кси не является элементом никакого из базисов, вот из этой бесконечной последовательности базисов, которые мы выбираем так, что каждый раз вектор Кси лежал между двумя векторами этого базиса. Если такое случается, то у нас имеется бесконечная последовательность базисов, для каждого из которых Кси выражается как линейная координация элементов этого базиса с целыми числами ляма на 1 премиум n, и эти числа не только целые, но и натуральные. То есть, они больше или равны единице. Но, если мы имеем n-ый базис, и n плюс 1-ый базис, то давайте я рассмотрю тот случай, когда у нас вот второй вектор изменился, а первый остался. то совершенно очевидное наблюдение состоит... Если у нас координат, с этих координат нет нуля, то максимум увеличится железо будет. Да, конечно. А если координат есть ноль, то у нас на самом деле вот какая ситуация, что вот максимум вот здесь вот стекается, и после прибавления координат вот этой он увеличился. В измененном векторе обязательно увеличился. А почему нельзя просто сказать на сумму координат? Она же будет тоже увеличивать координат. Тогда их можно было на длину смотреть. У нас все-таки медианта более длинная. Ну, если вы спрашиваете, то уже... Ну давайте сумму координат. То есть сумму координат увеличить, а здесь нам постоянно. Это уже противоречие. Хорошо, давайте сумму на выше. Тогда вот это с максимум с минимум стираем. Да, 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 все хорошо. Так вот, что получается, что когда мы переходим от н-кого базиса к н-плюс первого базиса, ну тут по-разному может быть. Может вот этот вектор, второй вектор залился на сумму, может первый вектор залился на сумму. Но в любом случае сумма координат вот этого вектора не больше, чем сумма координат вот этого вектора, по крайней мере на единицу, потому что у нас эти координаты целочисленные. Поэтому сумма координат вот этого дела линейной комбинации к вектору λ n fn плюс μn gn. У нас подчеркнули λ и μ числа строго положительные, они больше, чем единицы. Сумма координат стремится к бесконечности при n, стремящейся к бесконечности. А у нас сумма, вот этот вектор всегда остается равным вектором кси, у которого сумма координат такая фиксирована. Но сумма координат этого вектора, это сумма координат вектора кси. Она равняется кси 1 плюс кси 2, число кси 1. Какие конкретные события? Мы с самого начала взяли вектор кси, и по всем этим разным вайсам раскладываем один и тот же вектор кси. И какие бы демоны здесь разложения, сумма координат, у нас сумма координат вектора кси. Она не может слить в бесконечности, получать мотиворечивую. Всё, таким образом не может того быть, чтобы ни в какой момент вектор кси не попал на границу и стал совпадать с каким-то из них народом происходящих. То есть, таким образом получается, что действительно любое рациональное количество, любая правительственная точка, в результате нашего процесса отравления и базирования получается. И в нашем деле содержится каждое рациональное количество, которое происходит в жизни.